Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается? Мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути. За весь срок своего президентства я не нашел ответа на вопрос, почему госпредприятия всем так мозолят глаза. Наверное вы знаете, если наши кандидаты или вечные эксперты и экономисты, нигде не работавшие кроме интернет-форума и телеграм-каналов, знают рецепт, как без социальных взрывов по-особенному реформировать отдельные госпредприятия, я готов их не только выслушать. Более того, обещаю любому дать возможность показать себя на практике. Предприятий предостаточно крепких, хороших, например, Батэ, Могилевским волокно, Белшина, Камволь, любые. Выбирайте, идите, покажите себя, как вы умеете это делать. Я уже года три тому назад несколько им предложил, до сих пор не пришли. А для тех, кому идея прихватизации снова может показаться привлекательной, напомню, как это было в середине тех же 90-х. Директора и прочие приближенные за бесценных скупали акции своих сотрудников, а в итоге предприятие оказывалось в руках непонятных дельцов, часто сидящих за границей и не имеющих никаких обязательств. Даже вопросы по развитию предприятия задать было некому. Вспомните коммунарку и Спартак.